Их облик менялся в соответствии с идеологией страны. Ангелы и вифлеемские звезды, дирижабли, фигурки космонавтов и початки кукурузы. Такие новогодние игрушки производили в прошлом столетии. В Старый Новый Год Сургутский краеведческий музей представил коллекцию елочных украшений того времени. Экспонаты изучала Ксения Битюгина. От самых простых, сделанных своими руками из проволоки, ткани и ваты, до фабричных, отражающих дух времени. Великую Отечественную, покорение космоса, сельское хозяйство, увлечение балетом. Эти хрупкие раритеты берегут, как самые дорогие музейные экспонаты. В елочных игрушках, как в зеркале, можно увидеть буквально все вехи развития России 20-го столетия. История елочных игрушек неразрывно связана с историей государства в целом. И политические какие-то аспекты, они отражались на самом производстве елочных игрушек. То есть, например, в военное время тематика была военная. Это были парашютисты, солдатики на елках. Это сегодня изобилие новогодних украшений. А тогда дефицит елочных игрушек, а вернее их отсутствие, было вызвано запретом. Елкам свою нет, сказали в 1926 году. 1 января вообще был рабочим днем. Этот период длился 10 лет. В 1936-м елку опять разрешили. А вместе с тем и производство игрушек. Это так называемая дрезденская игрушка в технике дрездена. Фольгированная, немножко, конечно, измененная, но 50-е годы. В 60-е годы коллекционеры их называют наибольшей редкостью на данный момент. И они представляют для них большую ценность, потому что они расписаны вручную и выдувались также ручным способом, то есть через специальное устройство. Этого Деда Мороза принесла одна сургутская семья во время акции дарения. Купить зимнего волшебника сегодня по тем ценам был бы праздник – от 20 копеек до 3 рублей. Этот Дед Мороз изготовлен в начале 70-х годов. Изготавливался он из ваты, обматывался металлический каркас и клейстером уже обрабатывалась вата. Далее обрабатывали искусственным снежком. Все экспонаты принадлежали жителям города, которые предоставили музею свои семейные раритеты. Несмотря на то, что игрушки здесь появляются с 80-х годов, на выставке они ни разу представлены не были. Со временем ретро-игрушки смогут увидеть все желающие. Правда, только за стеклом. Ксения Битюгина, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновость. Реклама на радио – раз. Реклама на телевидении – два. Реклама в газетах и журналах – три. Дизайн и полиграфия – четыре. Наружная реклама – пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд».